всем привет вы на канале польза нет меня зовут саня и я буду с вами здороваться два раза сейчас я буду топить для вас сяоми 14 про у одного из блогеров он уже тонул но хочу отметить знаете инфополе такое интересное когда у сяоми 14 про блогера тонул все рассказывали когда у меня на старте продаж iphone 14 про утонул не никто ничего нигде не сказал что вот у сани он утонул но сяоми упорно всех этих этого дела не будет в глобалке вы сами видите когда я выгружаю обзор то есть я его купил на али пока он не пришел я за сяоми не топлю если он утонет я расстроюсь потому что минус много денег для моего бюджета но как говорится если делаешь дело это всегда уже видели я думаю как раз хайпилась эта тема но повторяю что у меня тонул получается iphone 14 про и помимо этого еще тонул да я очень аккуратно его виду потому что я боюсь я реально все топить но для чистоты эксперимента я его повожу только что я по моему утопил рот свой road микрофон ну пока живой будет ли он живой потом мы увидим из интересного повторяюсь что глобалки скорее всего его не будет никаких промоушенов ни от кого не будет но частота эксперимента должна быть то есть видите чуть-чуть вы его сможете потопить насколько эффективно у вас это получится вопрос и всем кто попытается сказать что это я делаю для того чтобы каким-то образом обелить сяоми досмотрите пожалуйста обзор до конца знакомьтесь с моим каналом я был бы рад если бы он погиб даже пусть я бы потерял на этом много денег всем привет вы на канале пользы нет меня зовут саня второй раз и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом и сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием сяоми 14 про и меня так подмывает говорить 13 про так же как на сяоми 14 я говорил сяоми 13 потому что они до такой степени похоже что сделала сяоми она постаралась и выпустила первым на snapdragon ген 3 новым супер быстром процессоре свои устройства разумеется много чего не допилила но пока я покупал на ли пока мне это все дело пришло что-то допилилась само по себе потому что прошивку как вы прекрасно понимаете они постоянно обновляют вы уже поняли что здесь последний процессор последняя оперативная память последняя внутренняя память и все здесь практически волшебная и 68 здесь есть хотя были уже кейсы что у блогеров это дело тонуло поэтому никто как говорится не застрахован топить эти устройства нельзя если говорить про экран он здесь волшебные за пять сотен пипя это прям очень круто если говорить про бенды здесь есть 7 band чего в принципе достаточно да нет 20 но это тоже круто если говорить о возможностях камер я очень надеюсь их допилят если говорить о фронталке здесь уже появилась у нас 4к 60fps и почему мои правые руки самые дешманский iphone 60 герцами iphone 15 потому что я немного сравню для вас эти устройства и почему потому что android устройство когда мне советуют и говорят а нам интересно чтобы ты сравнил их они плюс-минус все одинаковые в плане видео к сожалению пока еще никто не дотянулся до этих штук хотя моментами и очень многие пользователи так считают и это их право когда они смотрят в роликах моих примеры сравнение яблок и топовых флагманов от android они говорят что саня вообще iphone порван хорошо то есть у всех должно быть свое мнение но это вот это две конкурирующих конторы по-настоящему они биби кей и сяоми не рилме айку не huawei этот смартфон максимально интересен нет у меня в глазах какой-то радости и безумного счастья когда я вам о нем рассказываю потому что для меня это как xiaomi 13 если у вас из-за глобалки xiaomi 13 даже не не планируете рассматривать эти смартфоны 14 14 про потому что те же тапки только в профиль smart интересный с многими недостатками производитель уже поработал их уже устранили относительно тех обзоров если вы уже смотрели про него что были напоминаю что на лайв канале у меня есть прогон его в папке и прогон его одним кадром обзор посмотрите обязательно кому интересна камера либо возможности в играх если вы покупаете смартфон только чтобы звонить и вообще не знаю зачем тогда смотрите обзора смотрим распаковка поставляется китайская версия сяоми 14 про в упаковке из плотного картона но премиальные и не назовешь хотя деньги приличные упаковка неплохая в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой притом олеофобка у нее отличная ключ для извлечения слота по 2 наносим карта краткое руководство силиконовый чехол кабель с юсби и на тайп си и блок питания на 120 ватт с китайской вилкой весит смартфон без чехла 223 грамма довольно увесистый но у меня не титановая версия титановая вроде бы еще больше весит а габариты составляют 161 на 75 на 8 с половиной миллиметров розыгрыше море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 мебендов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарии к любому видео ежемесячно помимо этого еще пытаюсь iphone 15 разыграть надеюсь что вы будете участвовать не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок скоро опять распродажа на ли телеграм-канал взаимопомощи нас там 16 тысяч человек уже и мой личный телеграм-канал где мы общаемся по поводу всех этих железок в режиме реального времени пока их мучаю до обзоров да и на различные житейские темы подписывайтесь с колоколом перейдем же к смартфону полетели приобрести сяоми 14 про можно в зеленые черные белые серебристые расцветки корпуса сборка устройства хорошая как качество материалов тыльная часть выполненные стекла рамка металлическая а с фронтальной части экран покрыт стеклом dragon crystal glass смартфон имеет водонепроницаемость класса ip68 в начале ролика вы могли наблюдать как смартфон справляется с утоплением справился или нет спросите в моей личной телеге потому что иногда они умирают не сразу дизайн смартфона практически такой же как у младшей модели но из-за лет вспышки которую расположили в блоке камер с имитацией четвертого объектива выглядит это дело по бюджетному так как подобное решение можно встретить среднебюджетных смартфонах и ниже также как и в сяоми 14 блок камер двухступенчатый а и к порт перенесли с верхнего торца смартфонов блок камер работе собственно инфракрасного порта это никак не мешает мини джека к слову нет что неудивительно грани прямые но тыльная часть как и стекло с фронтальной части имеют слегка закругленные края смартфон достаточно большой в размерах не всем будет комфортно пользоваться им одной рукой эргономика смартфона хорошая в руке лежит удобно но опять же не так комфортно лично и для меня как 14 версия или 13 на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости люфт у качельки регулировки громкости кнопки питания довольно большой разъем избитой пси от ага версии 3.2 ген 1 за что огромное спасибо как говорят яблоки они конечно же не копируют микрофон и динамики с полноценным стереозвучанием но перекос все равно на нижний динамик небольшой скажем так на процентов 10-15 то есть звук хотя и объемный но ты ощущаешь что справа звучит чуть чуть громче динамики громкие качество звука отличная в настройках есть предустановки звучание кастомный эквалайзер вибромотор мощный тактильно приятный настроить силу вибрации можно но вибромотор не самый топовый что я встречал в анклассах мне больше нравится хотя опять же здесь на вкус и цвет по поводу фломастера все так знают bluetooth версии 5.4 bluetooth аудио кодеков достаточно на экране вы видите список поддерживаемых кодеков летим дальше смартфон оснащен олед дисплеем из материала си 8 на 6,73 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей плотность пикселей просто космос для чтения волшебно 522 ппи разумеется разрешение можно менять в настройках можно поставить поменьше чтобы автономность была побольше 12 битная глубина цвета технологии лтпо с регулировкой частоты обновления экрана от 1 герца до 120 герц цветопередача отличное искажение под углами минимальные цветовой охват 98 процентов с rgb рамки у экрана тонкие никаких подбородков я здесь не наблюдаю яркость до 3000 нет но только на небольшом участке экрана в режиме hdr в пике в общем в целом вы видите какая яркость как у пока f5 про в принципе в режиме sunlight экран показывает по идее 1800 люксов но по факту он показывает только 1100 люксов и это намного меньше чем у самого убогого айфона 15 который показывает 1300 люксов максимальной яркости экрана хватает для комфортного использования смарта в солнечный день что хватало также в 13 линейки в принципе там уже было достаточно ярко автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат мультитач конечно же есть на 10 касаний экран откликается одновременно без проблем в отличие от айку 12 про у которого было только 5 и потом 7 пальцев а у айфона вообще только 5 10 димминг 2160 герц на борту показатели шима на 100 процентах яркости 11 на 56 на 25 15 на 0 9 полноценная от в наличии разблокировать экран нужно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экран распознавания лица и стандартными способами сканер отпечатков пальцев расположили низко ко всему область датчика довольно маленькая хотя чуть чуть выше чем обычно и работает это плохо через раз распознавание лица срабатывает великолепно под любыми углами завести можно до двух лиц и до 5 отпечатков пальцев что хорошо но плохо что можно заводить один и тот же палец пять раз процессор установлен qualcomm snapdragon 8 ген 3 последний и это хорошо как мне пишут часто ты говори хорошо или нет что там запихали хорошо графический процессор стандартный тоже 8 ген 3 всегда адрена 750 тоже хорошо максимальная частота у него три целых три десятых гигагерца операционная система hyper os на базе андроида 14 версии то же самое что у них и было в миюай чуть-чуть они перерисовали ее с яблоко и все русского языка на борту нет что неудивительно и стандартно для китайских версиях смартфонов от сяоми но можно это все дело перепрошивать за деньги это делают вы можете и сами это сделать разблокировав загрузчик и все форумах хотите платите кому-нибудь хотите делайте сами но помним что в прошивку в принципе лучше не лезть если вы не понимаете что вы делаете смартфоны иногда окирпичиваются оперативная память lpddr5x и доступна на выбор 12 и 16 гигабайт внутренняя память ufs 4 0 и на выбор 256 гигабайт 512 гигабайт и 1 терабайт и это хорошо поддержка высокоскоростного вай-фай 7 версии супер и поддержка 5g сетей в китайской версии для 4g 7 бэнд на борту а вот 20 нет как и нет поддержки и сим вообще в китайских смартах есть ему нет но зато у них есть запись разговора без уведомления собеседника начале записи в глобальных версиях такого нет плюс мы помним что прошка скорее всего не появится на глобальном рынке при этом связь смартфон ловит хорошо датчик приближения физически отрабатывает корректно и на все поддерживается можно установить мир п и оплачивать покупки на всем модулем в отличие от пиксель 8 и пиксель 8 pro да вот это они не умеют и даже через месяц после релиза gps-тест показывает точность 3 метра что стандартно для qualcomm а при том он довольно быстрый и точный это лучше чем один метр у дэмэнсити у других процессоров напоминаю каждый раз емкость аккумулятора 4880 миллиампер часов work performance он показывает 14972 балла смартфон поддерживает беспроводную зарядку до 50 ватт и реверсивную зарядку заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания на 120 ватт у меня за 22 минуты иногда за 23 эти данные тоже разнятся у блогеров при просмотре роликов на ютюбе за один час уходит среднем 5 процентов заряда в играх с одновременным стримингом на твиче в среднем уходит 24 процента заряда смартфон справился с моими тестами играть было комфортно но яркость смартфон сбрасывает и есть заметный нагрев в области блока камер помимо этого 90 fps парке у него нет в отличие от некоторых других смартфонов которые дешевле в пять раз но мы не будем и о грустном правда потому что рано или поздно все равно все допилят это факт вопрос просто когда это произойдет перейдем же к тестам тротлинг тесте 384 гипса минимально максимально 500 и в среднем 426 гипсов на 100 потоках при 30 минутах гиг бенча шестом в сингл коре 2230 мульти кори 6844 результаты 3d марка вы видите на экране и я вам хочу сказать что я смотрел обзоры американских блогеров европейских блогеров как только им рендеры прислали процессор оптимизировали очень даже хорошо потому что стабильность увеличилась до 80 процентов 3d марки рано или поздно он будет конфеткой потому что выдает он у меня 1 миллион восемьсот восемьсот одну тысячу попугаев на минимальной комплектации данного смартфона 8 процентов заряда он поедает сторож тест показывает очень крутые сто шестьдесят три тысячи баллов стресс тест смартфон проходит плохо но опять же относительно я видал и хуже но это плохие результаты то что вы видите на экране основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров основной на одну целую тридцать одну сотую дюйма light hunter 900 на 50 мегапикселей с оптической стабилизации апертурой 1 и 4 фокусным расстоянием в 23 миллиметра и лазерной автофокусировкой сверх ширик же n1 на 50 мегапикселей с углом обзора в 115 градусов автофокусом апертурой 2 и 2 и телеобъектив же n1 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 75 миллиметров оптической стабилизации апертурой 2 и 0 запись видео доступного разрешения 8к 24 fps максимум 4к 60 fps и ниже цифровая стабилизация также на борту как оптический зум в 3,2 x а вместе с цифровым фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится верхней части экрана по центру максимальное разрешение для съемки видео 4к 60 fps отмечу что в плане фотосъемки смартфон показал себя не с лучшей стороны вполне возможно все это дело допилит в любом случае сейчас вы увидите сравнение с айфоном 15 и короткие примеры но первое у меня ничего не потело 18 минут я держал его в морозилке потом резко вынес температуру в плюс 30 конденсат у меня в линзах не появился это 1 2 в плане зума переход на телевик считать в 32 как они обещают он так и происходит но только в видеосъемке если вы включаете фото режим то тогда почему-то он приходит в x2 на 2 и 7 2 и 8 то есть такая вот магия электронов где-то они программно не допилили чего-то ну что же iphone 15 против перераспиаренного iphone и 14 сяоми 14 про я уже айфоном начал называть учитывая количество упоминаний которые они делают своих рекламных сравнениях и всем остальным почему-то яблоко не сравнивать себя с сяоми пола вы чувствуете возможно самсунгом когда-то они воевали и сравнивали но сейчас уже другая история но так вы сможете себя снимать лифте если у кого-то есть возможность то посмотрите что даже сяоми точнее даже яблоко может на ультраширик уходить сяоми 4к 60 не может этого делать ну и вот так ну и ночная фронталка 4к 60 fps у вас есть возможность сравнить как по звуку по работе микрофонов так и по картинке iphone 15 против вверх инженерные мысли он сяоми на ген-3 вот так вы сможете себя снимать ночью опять же в 4к 60 fps сейчас мы попробуем 4к 30 fps мне очень нравится что сяоми имеет менее защиту он пишет что микрофон заблокирован когда и если я пальцами его закрываю и это довольно удобно сейчас мы попробуем в 30 fps еще все снять по логике в 30 fps разумеется вот час 4к 30 fps должно быть больше информации и вы должны меня видеть чуть чуть лучше принципе даже на сяоми видно чуть лучше понятно что картинка не там не там несмотребельно с одной стороны с другой стороны если брать конкретно информацию то разумеется информации больше на яблоки и вряд ли это дело как-то поменяется то есть они добавили 4к 60 fps про качество слегка забыли но может быть во всяком случае это уже начало это также как с юсбиш ником хорошо что он появился то есть хорошо что здесь есть сейчас быстро юсби если бы его не было это было бы плохо как минимум а вот теперь уже 4к 30 fps и в этом режиме вы можете уходить на ультра ширик о сяоми и возвращаться на основу вот сейчас лучше то же самое у яблоко можно уходить на ультра ширик абсолютно бесполезный в данных условиях обстановки или переходить на основной модуль вот снова модуля вы сможете снимать примерно так в движении при том мне кажется что со стабилизацией лучше во всяком случае у сяоми прямо конкретно но возможно я не прав и эту картинку которую пишут яблоко не всегда есть возможность оценить сразу с камера потому что записывать файл она уже чуть-чуть другую историю возможно немного прокнута посмотрите только что не было вот и если встать попытаться снимать медленно то ощущение кропа больше кстати яблоко нету больше проб по ощущениям и сяоми может быть нет пусть не слишком все близко всяком случае все как говорится близко по деталям шумов море и там и там по мне больше наверно шумов даже у яблоко но и информация тоже больше у яблоко очень про темные огни кто-то другой смартфон не радуется ну что как говорится начнем сравнение 4к 60fps сяоми 14 полного ультра ширик не перейти и вот так вы сможете снимать объекты ночью если посмотреть посмотрите на фонарь то информация больше вытягивает сяоми со светом если говорить о работе если посмотреть на все остальное допустим на буквы то я даже не знаю что лучше вот конь это самое такое комплементарное вот смотрите ноги ноги у сяоми уже появились у яблока еще нет сейчас и тот и другой осилил смартфон если говорить про съемку позади вот так можно будет снимать притом цвета натуральные и даже не знаю где мне кажется у яблока ближе чуть-чуть но тоже не угадал он нельзя сказать что где-то правильно где-то нет а у сяоми сейчас правильные цвета в плане желтого и красного вот так сможете снимать смартфона и чуть-чуть пройдемся по пляжу в ночь как говорится встанем и попытаемся может быть что нибудь где-то как-то увеличивать но это будет потом вот допустим работа со светом и иксы максимум сяоми икс 6 в этом разрешении яблоко такая же история вот такие разные у нас эксцель да при том надпись лучше видно на яблоке но и все они не намного хуже снимают если говорить про допустим маг на как марка все помнят дай но она яблоко ну что это ультраширик сяоми против яблока я вам скажу что шумов меньше у сяоми но информация тоже меньше у сяоми опять микрофон по его мнению закрыл здесь против света и знал кого больше но свет правильнее передает вот какого цвета сейчас песок яблоко видите какие-то объекта лучше сяоми какие-то яблок 4k 60fps мое любимое место и барабанная дробь она не работает вот такая вот беда и по большому счету мы все равно можем что-то увидеть из этого места ну не знаю где лучше прям не знаю 4k 4k 60fps 2 основных модулей и мне кажется что все вообще одинаково почти нет почетче люди чуть-чуть опять же это может быть визуальная обман на экране что со светом чуть-чуть сяоми хуже справляется опять же это может быть мне кажется напишите кстати как по вашему 4k 60fps видите какая противная вода на айфоне да вообще неприятно а знаете в чем проблема она реально такая есть вот магия передачи цветов и если говорить про съемку вы так все сами видите 4k 60fps на яблоки можно уходить на ультра ширик на сяоми нет не устает и повторяйте давайте x и попробуем сейчас в режиме реального времени раз и два видите птичку правильно она есть 6 для обоих смартов сяоми по мне справляется намного лучше и вот так маме не знаю сейчас можно и поспорить я хочу поспорить и фронталка 4k 60fps и как говорится этим все сказано да я молчу что я хочу чтобы вы насладились видом на сяоми прямо небесный вид позади меня ничего 4k 60fps и девушки рассказывают про то что здесь каждый день такая вечеринка и старт фестиваля я думаю что понимаем 3к 60fps вкусняшки умножаем на 2 и 7 уже не на 3 вот так сможете снимать ну что начнем сравнение фоток повторяю что все у нас есть в благополучным образом в моей телеге все исходники все smart и справляются довольно неплохо но не сказал бы что лучшим образом фронталка как всегда у сяоми несмотря на то что они 4к 60fps добавили по мне не очень и если брать iphone апертура 1 и 9 и 100 1600 и у сяоми апертура 2 и 0 и со 8000 ночь это лучшее фото что у меня получилось у сяоми то есть мне были еще хуже фотографии это лучшее что фото что получилось у яблока разница как минимум видно цвета разумеется на яблоки лучше все остальное лучше хотя лицо тоже частично размыто плюс видите свет бил в линзу целом отработал он неплохо если говорить о сяоми то никаких улучшалок не было включено но вы сами видите какая фотография немного ночного сравнения фото опять же мы помним что iphone 15 это самый простой из всей линейки и xiaomi 14 pro ночь на iso 320 апертура 16 и xiaomi апертура 14 со 160 что могу вам сказать чтобы оценивать фотографии как мне часто пишут мало аналитики друзья если вы посмотрите на линь аналитику в комментариях один видит одно а другой другой единственное что могу сказать сразу по поводу всех фоток яблоко в фото больше угадывает с цветом намного чем xiaomi то есть у нас по идее вот надпись посмотрите макдональдс должна быть какая я думаю все прекрасно помнят желтый цвет с неоновыми вывесками кто лучше получается справляется вы видите если говорить про текст допустим какой-нибудь здесь под конем вы видите где лучше повторяюсь да можно делать фото в формате можно долго убиваться на различных огромных каких-нибудь устройствах что лучше отработала можно рассказывать про то что где-то был кроп а где-то вообще все волшебно но в целом как работает xiaomi вы видите я уверен что они это допилит но сегодня все сыро как у средняка опять же мое субъективное мнение вы можете постараться увидеть что-то другое еще одно ночное волшебное фото у xiaomi апертура 14 со 5000 у яблоко апертура 16 со 1250 что мы видим мы увеличиваем яблоко и увеличиваем ся вами где детализация лучше можно поспорить но может быть чем-то выигрывает яблоко может быть нет шумов тоже достаточно везде и у того и другого устройства по цветам плюс-минус все одинаково по ощущению вообще от картинки видите яблоко шумит больше все-таки на ближних объектах в целом и там и там мне картинка нравится опять же на вкус и цвет как говорится если брать из теней что кто вытянул яблоко справилась хуже то есть здесь очертания какое-то здание видно здесь вообще нулевое просто если смотреть тени здесь то у яблоко по нулям у xiaomi все хорошо ну и самое важное как кто со светом справляется ночью смотрите яблоко апертура 16 со 800 xiaomi выбрала для себя и со 1600 апертуру 14 и если говорить про то как то справился со светом по мне здесь однозначно бесконечный лидер яблоко но разумеется если ты сравниваешь android с android намного проще говорить что плохо что хорошо и либо говорит что вот посмотрите какая детализация все вообще великолепно видишь объем углы не замылены цвета передается практически идеально правильно небо правда но от неба рисованы небо было другим но в целом ощущение от картинки прямо волшебно если посмотреть он выбрал апертуру разумеется 2 и 2 и сошку 50 но таких волшебных фотографий просто море просто во первых это день во вторых вы же понимаете что все познаются в сравнении вот так вроде бы вау ничего себе как отлично сфотографировал xiaomi как отлично даже увеличение то есть можно это куда-то деть но с другой стороны пока ничего выдающегося относительно других смартфонов я у него не вижу может быть я свивы x100 его сравнивать для меня актуальное сравнение это android и ios устройство потому что android и плюс-минус те же тапки только в профиль где-то у тебя одно лучше где-то другое это опять же для меня но немного муви режима разумеется здесь относительно яблок все довольно убого почему потому что даже на фронталке режима мули нет и да можно рассказывать что телевиком можно в макро снимать еще много всяких других прелестей про сяоми но это все специфика то есть те кто ищет какие-то плюсы они обязательно их найдут для меня продукт очень мега безумно сырой и по мнению актуально учитывая что 13 линейка была волшебной вот так вы сможете в муви без дополнительного освещения себя снимать 3 качестве фпс спортзал и вот так вы будете выглядеть после легких 46 минут по 2 5 градусов на 9,2 километра на фронталку это великолепный штуковины наушники не подключены и 4к мы дождались на фронталку теперь дождаться хорошего качества до режим супер макро волны и вот так 4к 60 фпс фронталка сяоми 14 про сейчас я слежу за тем что говорю потому что когда я снимал на сяоми 14 и вскоре вы говорил сяоми 13 вот так будет снимать 4к 4к правда нет ощущения 4к правда 4к 60 фпс немного домашнего футблогинга вот так вы сможете соседям своим посылать или коллегам чтобы они знали чем вы пытаетесь ну или выкладывать куда-то на youtube или не только на youtube вк одноклассники а куда 4к 30 фпс hdr ночью и после часового бега не очень хочется забегать сюда но ради контента помню что это 30 фпс и разумеется картинка не такая плавная как хотелось бы но опять же все относительно кому-то и такое покажется очень даже плавным зато вождиаре как говорится пусть даже ночью и теперь 4к 60 фпс без hdr съемка с одной руки без каких-то проблем ночь и вот так можете не сравнивая себя с айфоном снимать на него при том что не факт что у прошки будет глобалка прошка конечно интересная штука я скажу что попала именно по программного обеспечения мне к нему несколько проблем вода оптимизации то есть непонятно почему но даже игрушки он как-то странно качает есть ощущение правда что здесь нет пола это отражение в воде просто такая ночь если не сравнивать 4к 60 фпс фронтал будет отрабатывать так за то что если вы включите 1080p 30 фпс вы сможете воспользоваться прелестями подсветки почему и нет 4к 60 фпс непонятно не хватает мощности перегрев процессора или еще какая-то беда но это неприятно как минимум продолжение незатейливого футблогинга во вьетнаме будет то же самое но во всяком случае так вы сможете снимать подобные штуки без особого освещения до целый год одно и то же в принципе немного здесь же фронталки в 4к 60 фпс в движении xiaomi 14 про без сравнений чтобы было приятнее тем кто приобрел данный девайс а то вспоминаю постоянно всякие растения плоды расти плоды деревьев в суе вот так неплохо очередные приятного аппетита до 4к 60 фпс 4к 60 фпс вот так режут еду x3 x5 6 ну что за основной модуль 4к 60 фпс а вот так вы сможете снимать со мной руки небольшое будет видео почему потому что правильно отмечают что звук все равно шлаковый когда-то таким образом записываешь почему потому что смартфон это раз а два при движении мешают машин ветер и помимо этого в принципе у меня только наверно один человек это вчера влече на стриме спросил по поводу того те примеры на байке у какого-то смартфона потому что он планирует с руки снимать на телефон когда будет кататься на велосипеде даже не на байке такая вот достаточно простая и тривиальная история в принципе для того чтобы понять насколько хорошо снимает так он будет снимать на ультраширик там была основа тоже 4к 60 фпс но переходить снова на ультраширик нельзя и по мне съемка с ультраширика такая себе она проигрывает тем же гоупро если хотите что-то записывать активное то лучше писать конечно на гоупро хотя я даже один ну и немного видео 4кс на фронталку также в движении насколько хорошо кстати неплохо по мне снимает и вопрос скорее будет микрофонов но не то чтобы прям пика прилично но если смотреть на осмар понятно что позади меня пилина но я в целом почти полностью здесь окрашен и прорисован надо далеко очень от себя держать а если держать близко для того чтобы иметь возможность разговаривать сожалению лицо будет узком вырезано получается и в кадре не полностью голова и если бы без шлема наверно все попало хорошо в шлеме это выглядит немного крипи текстом у бога 4к 60 фпс а можно переходить на основу на ультраширик и на телевик x15 но это к сожалению было что правильно это было 4к 24 фпс в 4к 60 фпс к сожалению на ультраширик переходить нельзя каждый раз радуюсь год здесь живу и первый раз снимаю храм который прямо совсем рядом облака не натуральные но смотреть туда тяжело и поэтому то что он добавляет контраста здесь он наоборот выкручивает цвета здесь поярче у самого храма принципе это и неплохо 4к 60 фпс о ничего себе он внутри тела лампу ловит хотя автоматически должен подстраиваться вот здесь он подстраивается но ближе к лампе этого делать не может так прелесть жизни на 2 и 7 ну вот для таких задач камера достойную если вести плавно тем более хотя с автофокусом я поспорил очень достойного будем надеяться допилят на сегодня вот так 4к 60 фпс вот такое питание сладкое на французской кафешке и кофе так что футблогинг фурова минусы довольно габаритные увесистые 20 бэнда здесь не появится скорее всего он не появится в глобалке лет вспышка в блоке камер выглядит дешево маленькая область сканера отпечатков пальцев и работает он не очень фронталка хоть и снимает в 4к 60 фпс но качество видео прямо ужасная цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал на лайв канале другой контент альтернатив этому устройству море тот же айку 12 про который уже был на канале плюс там еще и все бенды и 7 20 русский язык из android устройств выбирать есть еще но в резюмирую я вам скажу все что я думаю я думаю что вы со мной в каком-то плане согласитесь и здесь все как говорится зависит от подхода что я имею ввиду что имеют а сейчас и вам постараюсь довести камера у меня не потеют то есть я закидываю стандартно все в морозилку после морозилки выхожу в плюс 30 и ним покрывается камера как в четырнадцатом так и войку то есть сейчас я это делаю потому что все камера камера потеют я не знаю если я наверное вытащу отсюда салазки залью туда воду и сделаю то же самое скорее всего конденсат появится но я почему-то так экспериментировать не хочу от утопления у меня пока смартфон не умер но как говорится перспективы имеются что он умрет надеюсь что он не погибнет в моей личной телеге сможете узнать айку 12 про не умер после утопления хотя повторяюсь что так делать нельзя почему я так делаю потому что могу себе это позволить пару-тройку смартфонов месяц утопить ничего страшного я купил для себя же и утоплю как-нибудь да отремонтирую либо как-нибудь да продам потом запчасти если что если говорить про какие-то физические особенности данного девайса смотрите были вопросы допустим по поводу его зума то есть что он переключается на телевик в 2 и 7 2 и 8 но в видео он переключается в 32 то есть это чисто программный косяк и вполне возможно что они его допилит разумеется что людям нужен хайп вместо того чтобы делать на все допустим обзоры многое рассказывайте спокойненько идти дальше они пытаются найти какие-то мелочи в нашей конкретной действительности сейчас xiaomi 13 был бомбой xiaomi 13 про был бомбой этот в глобалке скорее всего не выйдет до его можно перепрошить на русский язык да это классное устройство но сказать что он будет на какой-то волне и все его пойдут покупать нет соответственно не будет людей которые будут его защищать сейчас я его тоже защищать особо не буду почему потому что повторяюсь не было бы xiaomi 13 и 13 про я бы сказал вау беги так как они есть что сейчас я вижу сейчас максимально не допилена ни одна ни вторая ни третья камера то есть здесь и с телевиком у меня вопросы к нему с основным модулем и с фронталкой скачивайте исходники в моей личной телеге и делайте сами выводы потому что если у вас выводы будут другие опять же это ваше право мое дело вам показать рассказать и если вы дослушали до резюмирую довести до вас какую-то свою мысль если говорить про сканер отпечатков пальцев он у меня работает здесь через раз вот сейчас он try again ну что это такое датчик приближения отрабатывает отлично супер вибро мне нравится со звуком то же самое мне все нравится хотя все равно перекос на правую сторону есть по поводу минимальных рамок но они не супер здесь минимальные по поводу структуры что здесь есть всякие бортики куда может забиваться что-то да неприятно мне не нравится колхозная вот это вот нижняя часть но это мое объективно девайс стоит своих денег если вы фанаты у вас не было 13 линейки вы переходите с 12 будут ли на это дело скидки думаю будут насколько целесообразно приобретать подобный продукт целесообразную первое из-за обалденного экрана но они будут говорить вам про 120 герц почему потому что вы прекрасно знаете что здесь вот эти 120 герц можно выставлять на все программы кроме чего правильный игр и в ролике я вам показал и на лайв канале показал что в папке 90 fps это дело не показывает почему я не акцентирую на это внимание потому что и айку 12 про этого тоже не может и вот они android устройство поэтому я и сравниваю что-то как-то где-то с яблоком потому что здесь все к сожалению очень часто очень во многом похоже как девайсу от меня здесь однозначно да если у вас был сяоми 13 отдохните еще полгода минимум до новинок от сяоми потому что особой разницы здесь нету на бумаге конечно же она есть по факту нет по поводу яркости рядом они пока не лежали с самыми убогими айфонами по поводу камеры видео вы сами все видели делайте выводы сами как говорится по поводу фото здесь вообще какая-то беда многие мне любят прибегать в телегу и писать у тебя просто руки не из того места ну как даже если у меня руки не из того места в яблоки я достаю смартфон фотографирую все хорошо в целом подписывайтесь на канал с колоколом пишите в комментах чтобы вы еще хотели увидеть на обзор viva x100 про у меня уже на руках viva y100 уже на руках на руках еще рилме c65 абсолютно бесполезный дешман которая успел как и вы на распродаже 11 11 купить в прямом смысле за копейки надеюсь что вы оставите комментарий надеюсь что вы поставите лайк этому ролику это мотивирует меня делать подобные обзоры минусы плюсы очень сложно сказать да или нет продукта потому что продукт сам по себе классный я вижу что его уже значительно допилили процессор тоже по стабильности посмотрите старые ролики месяц назад те кто получал рендеры от сяоми либо у кого там контракты с магазинами я постарался быть максимально насколько могу объективным надеюсь что вам это дело зашло повторяюсь девайсу как таковому от меня до добра удачи вам дорогие друзья